Слава Украине! Приветствую от Полонского! Ребята, давайте в двух словах объясню по поводу того голосования, которое сейчас происходит в Сенате, что там нет никакой израды, что там в принципе все нормально. Значит, смотрите, там было уже два процедурных голосования, их было две штуки. Первое по поводу объединения четырех законов, которые пришли из Конгресса в Сенат. В один закон для одного голосования. Это дело прошло. Второе голосование было по поводу завершения дебатов. Это тоже прошло. И тут вот какой интересный момент. Голосование по завершению дебатов вызвало наибольшее, я бы не сказал, разочарование, какой-то просто ужас благоговейный со стороны украинских зрителей, потому что они не поняли, что произошло. Особенно услышав, что потом еще будут какие-то выступления. Да, ребята, смотрите, вот о чем прошло голосование. Вот это, да, действительно, как-то звучит нелогично. Смотрите, говорят, что прошло голосование за завершение дебатов, а потом дается 30 часов на выступление. Идиотизм? Ну, звучит да, на самом деле нет. Дело в том, что вот это этим голосованием, которое прошло, кстати, прошло с огромным преимуществом 81 против 19, так, чтобы вы понимали. То есть это огромное преимущество. С подавляющим успехом оно прошло. Значит, что там было проголосовано? Значит, прекращение дебатов и переходу к сокращенной 30-часовой процедуре принятия данного законодательства. Потому что, если бы это не проголосовали, процедура могла бы быть длинной. И тогда вносились бы всякие идиотские поправки. Кстати, поправки тоже отмели всякие, да? Вот, то есть завершили внесение туда поправок и дали только 30 часов на голосование. Вот это очень важно, да? Потому что иначе, что бы делали вот товарищи, которые нам совсем не товарищи, из кокуса свободы? Они бы сейчас закидывали Сенат идиотскими поправками. Ну, например, вот разрешите помощь Украине только в том случае, если зяблики будут, значит, перелетные лететь не через штат Айова, а вот если они полетят через штат Оклахома. Вплоть до такого, да? И нужно было бы вот этот весь идиотизм голосовать. Это все отмели полностью. Теперь, по процедуре, после всех этих голосований, они проходят по самой короткой процедуре, которая допущена американским законом. У них есть максимум 30 часов на выступление. Сколько дается времени на выступление, максимальное время на выступление одному сенатору? Час. Сколько сенаторов записалось на сегодняшний день на выступление? 19. Все, больше никто не записывался. Сколько времени будет выступать каждый из этих 19? Ну, это, я так понимаю, все бойцы из кокуса свободы, они будут трындеть, ну, постараются трындеть час. Ну, или кто-то, кто не сможет, кто-то там пока не охрипнет. Но, опять-таки, трындеть больше часа им никто не даст. Ну, таков закон американский, поэтому соблюдать его, хочешь не хочешь, надо. Увы и ах. Вот. Ну, значит, максимум они на трындеть на 19 часов. Это если каждый из них встанет, и ему будет поговорить о чем в течение часа. Если будет, ну, значит будет 19 часов. Если кто-то будет трындеть 15 минут, следующий все равно будет трындеть не более часа. Ну, таков закон американский. Вот и все. Поэтому, максимум, на что они могут наговорить, ну, вот в настоящих условиях, может еще кто-то запишется на выступление, а пока что я знаю о 19. Это на 19 часов. Все. Больше. Потом, соответственно, пойдет уже голосование по сути законопроекта. Да, нет. Ну, я ожидаю, да. Вот увидите, будет, да. А потом пойдет на подпись Байдену, соответственно, если завтра проголосует, сегодня у нас что, вторник, в среду проголосует, в четверг Байден, скорее всего, подпишет, а в пятницу помощь пойдет в Украину, а может даже в четверг вечером. Ну, может, это все там затянется до 30 часов, но тогда все это будет, соответственно, в пятницу. Опять это ничего не меняет, потому что, ребята, мы ждали 8 месяцев, я понимаю, все на нервах, все неприятно, да, еще. Но каждое несколько часов воспринимаются как зрада. Ну, это всего лишь несколько часов, поэтому успокойтесь, все будет нормально в свободу Украины.